здравствуйте дорогие друзья я всех вас очень рада приветствовать на своем канале и сегодня мы с вами продолжаем нашу винную тему ну как бы у нас не совсем сегодня вино а такое такая наливочка из вишни и честно вам скажу такого рецепта я нигде пока не в интернете не видел не видео это этот рецепт мне дала моя коллега любила михайловна огромное вам спасибо и делаю я его не раз честно вам скажу вот из вишни вот этот вот эта наливка моя самая любимая то есть всегда обычные когда делаю на день рождения своих коллег часто вот такой наливка угощала хочу вам сказать что все просто были в восторге очень вкусная очень ароматная и ароматная она не за счет самой даже вишни друзья мои а сюда входит один еще дополнительный компонент который как раз и дает аромат и значит привкус вот этого этому вишневую напитку это друзья мои вишневые листья для того чтобы сделать этот напитка нам что нужно сделать но я называю эту наливочка друзья мои может кто-то меня поправит но я называю эту наливкой значит можно просто называть напитком что нам для этого с вами нужно нам нужно 700 граммовая банка ягод вишни нам нужны сами листья сейчас я вам покажу как я здесь что здесь я приготовила вот нам нужны листья вот вишни 5 горстей то есть вот когда вы рвете вот так вот пять горсточек вишни срывать светочек 5 горсточек вот таких вот у меня здесь 5 горсточек вишни вишневых листьев как я уже показал банка литр воды и 700 грамм сахара сахарного песка что мы делаем мы помещаем в эту емкость с листьями помещаем ягоды наливаем воду наливаем воду литр добавляем сюда сахар 700 грамм сахара для мои и ставим все на медленный огонь такой можно на медленный как закипит друзья мои кипятим мы с вами все это ровно 10 минут потом накрываем крышкой можно полотенчик сверху еще и пусть это настаивается часов где-то 5-6 можно даже сделать например но на ночь я вот сейчас вечер я это сделаю и утром буду продолжать делать эту наливочку так что все понятно но я еще покажу вам как я что буду делать так что сейчас друзья кипятим ставим на огонь как закипит как я уже сказал кипятим 10 минут так вот прикипела 10 минут вишни я ее выключаю накрываю крышкой накрывая полотенчиком и вот она должна стоять настояться у меня будет всю ночь стоит но если не менее четырех пяти часов должно стоять чтобы ягодки и вот это вот листь листики отдали все свою вкусноту как бы все все свои витамины все отдали вот водичку друзья мои итак прошло восемь часов друзья мои вот и открываю и все все настоялось запах просто аромат вишни и сейчас я пропускаю вот я положил дуршлаг и даже еще сисечка как бы для того чтобы мелкие части не попало все это аккуратно сейчас я пропущу процежу пусть и вот в этот процеженный вот этот вот этот сиропчик я кладу столовую ложку лимонной кислоты и затем все все помещаю вот в такую вот в полутора литровую бутыль ну вот к сожалению я просчиталась и перелью сейчас другую емкость потому что этого будет недостаточно у нас полтора литра получается только получилось вот этого сиропа нужно двухлитровая нам бутылка и добавляем сюда пол литра водки закроем крышечкой вот так хорошо все перебутыхая и пусть у нас это все с вами постоит дня два-три для того чтобы как бы все это подружилась лимонная кислота у нас разошлась там и можно уже друзья мои употреблять вот такой вот вкусный напиток у нас наливочка такая шикарная вот поверьте если вы сделаете такую вот штуку вы будете всегда каждый год это делать потому что очень ароматный вот и лимонная кислота тоже придает какую-то такую легкую кислинку очень ароматный очень вкусный вот такой вот такая вишневая наливка друзья мои желаю вам всем всего доброго успех в виноделии и воспользоваться вот таким моим советом все вам доброго и до будущих встреч